Не так давно 90-летний Виктор Симонов собственноручно построил баньку. Затопив её, Виктор Фёдорович философствует о жизни. Из посёлка Суда, какими же далёкими кажутся теперь Литва, Восточная Пруссия, Кёнисберг. Всё это было 70 лет назад, во время войны. В пехоте, но только первый номер Максим был, пулемётчик. Так, гашетка, лента, 8 килограмм, значит, ящичек такой, это лента. А столько пулемёт нажимаешь, так столько летит. На вопрос, за что Виктор Симонов получил высокие воинские награды, ветеран хитро отвечает – забыл. Хотя сами сражения, людей, города помнят во всех подробностях. Настоящих участников войны с каждым годом становится всё меньше. Хранителями истории страны и одновременно истории своей семьи становятся потомки. В Логодской области продолжают принимать пополнение в бессмертный полк. В него можно записать своего фронтовика. Некоторых череповчан останавливает то, что информация о ветеране слишком скудная. У многих нет фотографий, что вполне очевидно, если человек погиб в первые дни войны, а много людей уходили и фотографий не имели, то, соответственно, записи несколько, возможно, бедными кажутся, с одной стороны. Но с другой – это память о человеке, достаточно небольшой информации, только то, что помнишь. Весной с изображением своего героя можно выйти на парад. Если фотографии нет, на плакате указывается имя, отчество, фамилия солдата. В Череповце подготовка к шествию только началась. О том, как всё будет организовано, где можно изготовить специальный штендер, мы расскажем в выпусках новостей. В этом году празднуется юбилей Победы. Шествие, которое было организовано общественностью, фактически стало обязательным к проведению. Волонтёры распространили письмо с просьбой не относиться к акции формально. Парад Бессмертного полка – это не просто прогулка. В одних городах организаторы акции хотят привлечь к ней, как они считают, наиболее достойных горожан. В других, наоборот, хотят привлечь как можно большее количество народа и заставляют выходить на парад школьников и студентов. На самом деле, как говорят организаторы, для того, чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь одно – это желание. Сегодня в строй Бессмертного полка встал Александр Кондратьев. Его сестра Александра Фёдоровна ждала брата с войны всю жизнь. Он пропал без вести. От него и осталась только что фотография да пожелтевшее письмо. Ходили в бой. 200 метров от нас фашисты. Снова собираемся. И всё, больше ничего, вестачок не было. Дожив до преклонного возраста, Александра Фёдоровна стала переживать, что вместе с ней уйдёт память и о погибшем брате. Сегодня на сайте Бессмертного полка появилась фотография героя, информация о которой удалось найти. В 1941 году парня забрали в армию. Он погиб где-то под Ленинградом. У солдата не осталось могилы, зато есть память. Своё место в Бессмертном полку.